В этом видео вы узнаете, как создаются опции товара для продажи пиццы. Это может быть размер пиццы, соответственно 30 см, пицца 45 и 60 см. И естественно при выборе, вы видите, меняется цена. То есть пицца больше, больше потрачено продуктов, и естественно цена возрастает. Также сюда относятся различные критерии. Это может быть дополнительно купить напитки, выбрать, например, морс. От этого тоже цена меняется. То есть объем 0,3 плюс цена сюда, вы видите, цена меняется. И соответственно это все хорошо отображается в заказе. Когда человек нажмет заказать, он увидит, вот это я уберу, это лишнее здесь. Он увидит напитки, размер пиццы 65 см. То есть это все грамотно и нормально отображается. Цена плюс цена и того, сколько цена. Здесь все в порядке. Это урок номер 8. Меня зовут Федор Васильев. И давайте подробнее разберемся. Переходим в админку нашего сайта, который мы с вами создаем, как обычно, Gridbox. Эти параметры у нас находятся магазин, наводим мышь и опции товара. На самом деле здесь создаются различные опции для различных нужд. Здесь же создаются опции для продажи одежды. То есть, например, это выбор цвета. Это может быть не только одежда, выбор цвета может быть и другие продукты. Здесь же создается выпадающий список. А как вы будете это использовать, уже зависит от вас, да? Размер, если это одежда. Дальше плюс докупить в комплект сумку. Отдельная цена, сюда она прибавляется. И другие данные. Давайте сначала разберемся с пицей. Здесь нам нужно нажать вот на эту иконочку создать. Появляется вот такой пункт. По нему кликаем мышкой. И справа отображаются его настройки. Заголовок. Это чисто для нас заголовок. Ну и скорее всего на сайте он тоже будет отображаться. Да, здесь я ошибку допустил. Вот здесь это будет размер пиццы. То есть, это будет подставляться все, что вы напишите здесь тоже в карточке товара. Итак, размер пиццы. Дальше тип. Здесь что может подойти? Наверное, радиокнопка. Это выбор одного пункта. То есть, скажем, если это чипбокс, это квадратик, куда мы ставим птичку, где можно сделать множественный выбор. Но так как пиццу, если человек заказывает, скорее всего он будет выбирать какой-то один размер пиццы. Поэтому здесь подойдет, скорее всего, радиокнопка. Обязательное ли это поле? Да, это должно быть обязательным полем при выборе, чтобы человек обязательно указал размер пиццы. Для этого мы переключаем вот этот ползунок, обязательное поле. Потом мы уже делаем значение. Вот здесь мы видим плюс. Нажимаем по плюсу. Видим заголовок. Тайтл. Просто его уничтожаем и пишем сюда свое значение. Это 30 сантиметров. По плюсу добавляйте столько критерий, сколько вам надо. И по аналогии заменяйте название. Выставили все параметры. Не забудьте нажать вот на эту галочку. Сохранить эти данные. Итак, здесь мы с вами сделали. Теперь как это отнести к товарам. Обязательно придется пройти в каждый товар и назначить цену, потому что от размера цена меняется. То есть мы переходим в наш магазин. И давайте зайдем вот в эту пиццу, в редактирование данного товара. Как только мы это добавили с вами, находим с вами блок вот этот опции и вариации. Вот опции видим. Нажимаем здесь по плюсу. И видим размер пиццы. Причем, чтобы у вас не было путаницы, здесь у вас есть еще один плюс. Дополнительные параметры. Вы позже поймете между ними разницу. Но между ними разница есть. Нам нужно именно сюда. Плюс размер. Например, сразу видим наши размеры, которые мы создали. По крестику можем удалить какой-то из размеров. Скажем, если это другой продукт пиццы, и скажем, там у вас 65 см нет такой пиццы. Тогда вы можете его вот так удалить. Или по плюсу вернуть назад. Как только мы здесь это выбрали, ниже у нас появляются, видите, 30 см, 45-65 см. Вот это. И цена. Видим, что цена здесь у нас стоит автоматически 515, ровно столько же, сколько стоит сама пицца. Здесь нам надо прибавить. То есть 30 см это 515 см. Если 45 см, мы прибавляем к этой сумме сумму за дополнительный размер пиццы. То есть, скажем, это будет 530 рублей. И так далее. 65 см еще дороже, пускай это будет 560 рублей. Далее. Здесь можно в каждом поле указать сниженная цена. То есть, цена ниже, чем вот эта. Если мы укажем, то вот эта цена будет перечеркнута именно для размера 30 см. Скажем, здесь вы предполагаете скидку на размер пиццы 30 см. То есть, это очень гибко. Здесь можно настроить очень полезные опции. И это можно сделать для каждого размера. Можно написать свой артикул для каждого разный. В наличии тоже дополнительные поля, которые мы можем заполнять. Но здесь нельзя написать в наличии типа да или нет. Если будем писать, ничего не происходит. Здесь просто наличие 4 штуки. Там 9 штук или 100 штук. Если поставим 100, то в наличии нет. Но для пиццы здесь, скорее всего, это не относится. Эти поля можем оставить пустыми. И здесь стоят звездочки. То есть, сразу, когда человек заходит в товар, выбор будет 30 см. Вот если я звездочку сниму, выбора нет. Здесь можно поставить эту звездочку, чтобы точка уже была зажата на 30 см. Человек уже сам решит. Если нужен ему больший размер пиццы, он выберет 45 см или 65 см. Вот такие нюансы. Вы должны здесь это понимать. Здесь мы сохраняемся, посмотрим, что получается на сайте. И вы должны понимать, что вам надо будет зайти в каждый товар вашей пиццы, если вы уже создали десяток второй продуктов, да, и назначить всем размеры. Итак, мы сохранились. Я нахожусь в режиме фронтальной части сайта. Обновлю страницу. И вот вы видите размер пиццы. Да, естественно, у нас не настроен. Здесь шрифт, размер покрупнее и потемнее, да. Но это все позже можно будет сделать. Смотрите, 515 до евро. Не поменяли еще с вами на рубли. Это сделаем в следующих видео. У нас все работает. Вот смотрите, 45, 530 цена, цена поменялась. И 65, цена поменялась. Давайте в этом уроке еще затронем магазин одежды. То есть просмотрим другие варианты, какие есть комбинации опций полезные, чтобы вы просто ощутили вот эту гибкость настройки компонента Гридбокс Стор. Все здесь строится по аналогии. Давайте я, наверное, лучше покажу уже на реальном созданном товаре в моем демо-сайте, как это устроено. Смотрите, во-первых, цвет, да, подойдет не только для продажи одежды, но любых товаров, которым нужно назначать цвет. Во-первых, цена может зависеть от цвета. Здесь это можно реализовать. Скажем, вот этот цвет, это брендовый цвет, какой-то сезонный цвет, модный цвет. И цена может меняться. И причем, когда я кликаю по цвету, здесь также это меняется. Цена, меняется цвет, именно как это сделано. Сейчас я вам покажу из админки. Соответственно, размер. Цена может меняться при размере, потому что больше ткани потрачено, да, XXL, XXL, самый большой размер в данном случае. И кнопка, видите, текст, выберите вариацию, а не купить. Если я кликаю, нам подсвечивают, что нам нужно обязательно выбрать производителя. То есть это уже на ваше усмотрение, хотите такие критерии делать или нет. Я выбрал два критерия. То есть данная одежда есть. Фабрика в Татарстане, в Москве. Как только я выбираю Татарстан, вы видите, заказать появилось. То есть уже могу положить в корзину товар. Скажем, производитель Татарстан, черный цвет данного костюма стоит цена 0. Видите, написано нет в наличии. То есть именно этого производителя, этой фабрики, этого цвета в наличии нет. Но если мы выберем Москва и черный цвет, то есть в наличии, вот написано, видите, 100 штук. И цена не 3,5 тысячи меняется, а 4 тысячи рублей. То есть, скажем, этот производитель более дорогой, фабрика дальше находится, больше потрачено денег на доставку. От этого влияет конечная цена данного товара. То есть здесь все это гибко можно настроить. Естественно, вы сначала идете в магазин опций товаров, где мы уже были. Вы видите, сейчас на демо данных я создал разные вариации. Вот выбор цвета, да. Я просто вам показываю. Я думаю, здесь не стоит просто подробно останавливаться. Здесь уже просто по аналогии вы сможете разобраться. Сначала вы создаете здесь выбор цвета. Цвета, какие вам нужны. Цвет меняется вот по клику. По квадрату любой цвет. Дальше производитель. Это выпадающий список. Просто я добавил два производителя. Обязательное поле. Дальше размер. То же самое. Это просто чекбоксы. Выбираем. Размеры ставим. Дальше. Комплектацию. Сумка. Ремешок. Это просто чекбокс. Тип чекбокс. Просто создаете такие параметры. Далее. Я перехожу в магазин. Зайду в режим редактирования. Посмотрю, как устроено это в админке. Чтобы цвета менялись, когда мы с вами вот здесь выбираем цвет, и здесь фотография меняется, во-первых, надо загрузить, подготовить изображение каждого цвета. И просто загрузить несколько изображений в карточку товара. Далее, ниже, в опциях, я загрузил все эти цвета. И вот здесь по клику привязал фотографию нужного цвета. То есть, видите, написано зеленый. Я кликаю прямо по фотографии, выбираю галочкой, и привязываю зеленое изображение к этому бейджику зеленый из этой галереи. Так это работает. Дальше я здесь указал производителей, добавил, и размеры. И дальше идут вариации. Самое интересное. Обращайте внимание вот сюда. Смотрите, цвет зеленый из фабрики, расположенной в Татарстане. Размер SL. Цена такая-то. То есть, если с этой фабрики, этого размера, цена меняется, просто меняйте ее здесь. И при выборе критериев данного товара, цена действительно поменяется. Снижена цена также, артикул и в наличии. Поставите 0, будет написано, что нет в наличии именно этого размера, этого цвета с фабрики Татарстан. И это можно сделать для каждого. Видите, сочетание зеленый Татарстан, XXL размер, L размер, M размер. И дальше идут Москва фабрика. То есть, вы меняете любые параметры. Это цена, сниженная цена, артикул в наличии, если или нет. И можете сразу назначить по умолчанию, какой товар будет сразу выбран. К примеру, черный Татарстан 3XL 0 стоит, потому что в наличии ее нет. Это я здесь реально поставил 0, чтобы это показано было на сайте. В самом низу я специально сделал черный цвет. Скажем, это сезонный брендный цвет. Хит лето. Поэтому цена дороже. И он черный. И есть он только в Москве. То есть, черный Татарстан 3XL нет пока в наличии. А черный из Москвы, XXL, есть в наличии. И цена на 500 рублей дороже, нежели другие цвета, размеры. И количество всего 100 штук. Вот так это все делается. Дополнительные параметры я добавил уже отсюда. Это сумка в комплект. Если требуется, ее можно отдельно приобрести. И ремешок для данного костюма. То есть, человек может приобрести данный костюм без ремешка и сумки, если ему это не нужно. Но если ему это нужно, полный комплект, естественно, он доплатит еще 700 и 180. Надеюсь, я вот здесь вот понятно вам объяснил, как это работает. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне. Узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво. Можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация. Курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретении данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретении данных веб-инструментов.